Очередная клоунада Пашиняна в Ашхабаде. Так сложилось для этого силфиста, клоуна-популиста, неудачного политика и просто рюкзак Пашиняна, что любое его международное участие не обходится без конфуза и очередного унижения как лидера Армении. А теперь на заседании глав СНГ в Ашхабаде Пашиняна опять оконфузился и поставил себя в клоунское положение. Когда на этом заседании президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление насчет того, что прежние власти Армении в лице республиканской партии Робика и Сержика установили памятник последов. Ателю нацистов Горегину НЖДЕ. Алиев заявил, что несмотря на то, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов. Алиев также сказал, что к сожалению такое происходит на пространстве СНГ и в частности в Армении. Где прежние власти Армении в центре Еревана установили памятник фашистскому палачу и предателю Горегину Тера Рутюняну, служившему немецких фашистов под кличкой Горегин НЖДЕ, сказал Ильхам Алиев. И это взято из майского доклада МИДа России о героизации нацизма. Где есть информация о служении Горегина НЖДЕ нацистам. Был арестован как агент и пособник нацистов. Содержался во Владимирском централе, где там и подох. А другого слова этот нацист, фашист, садист, изверг и военный преступник и не заслуживает. Так как этот военный преступник и изверг отличился своими преступлениями не только в годы Второй мировой войны в услужении немецким фашистам и нацистам, но и в годы Первой мировой войны. Когда этот нацист, фашист и военный преступник также истреблял мирное население и в Зангизури. Также агентство Итерфакс привело следующие слова Алиева. К сожалению новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизация фашизму не эту месту на пространстве СНГ. Также Алиев рассказал о огромном вкладе Азербайджана в борьбе с фашизмом и героическом подвиге нашего народа не то. Л. Мягкий знак КО на полях фронта, но в тылу. И в качестве примера привел выпуск «Катюш» и топливо под руководством нашего великого ученого Юсифа Мамедалиева. Но главное неоценимый вклад азербайджанской нефти и нефтяников. Без которого невозможно была бы победа советского народа. Но так повелось, что ни одно международное мероприятие не обходится без пашиненовской клоунады. Наверное все мы помним как на Брюссельском саммите Пашинян подкарауливал Дональда Трампа. А потом как Моська к нему пристроился и попал на фото. А в Ашхабаде Пашинян караулил Путина, как впрочем в Ереване также навязался Путину и всучил ему книгу Ярва Армена Филоказимирова. И сделал это непристойно и унизительно для главы суверенного государства. Хотя о чем я говорю? Разве форпост Армения когда-либо в своей 100-летней истории когда-либо была независимой и суверенной? В чем я очень ошибаюсь в этом? Но самое смешным и нелогическим заявлением Пашиняна было то, что оказывается Гарегин НЖДЕ в лице армянского государства боролась с Турцией. Хотя я всегда и везде просил моих армянских оппонентам указать и показать существование армянского государства хотя бы последние тысячу лет. Но я до сих пор не услышал от армянских оппонентов внятного ответа. Вот и у этого полуграмотного историка Никола Ваваевича хочется спросить. А разве тогда была армянская государственность? И если его не было, то как армяне могли воевать с Турцией в качестве государства Армении? Ведь насколько мы знаем, даже с 1918 года по 1920 год, эта часть нынешней Армении называлась Араратской республикой. А Армению ее нарекли с установлением советской власти. Вот так республике Форпост Армении всего-то 99 лет. И она никогда не была полностью независимой даже в данное время, а Турция в то время вела с Антантой борьбу за свое существование не на жизнь, а на смерть. Тогда армяне, живущие на востоке Османской империи, и придали свою страну и родину. И именно в то время такие убийцы и изверги, как НЖДЕ, Андроник и другие, воевали с мирным населением не только в Турции, но и с жителями Азербайджана. И особенно он отличился в зверствах Зангизура. И на этой клоунаде Пашиняна в Ашхабаде, несерьезно предположение обозревателя газеты «Элрагер Акопа Ба. Далена», о том, как будто Алиев не переваривает успех Пашиняна на ЕАЭС, прошедшей в Ереване. Хотя ясно то, что оно было полностью провальным. И особенно то, что Пашинян не стерпел унижения от Путина во встрече с женой Кочаряна. И устроил унизительную встречу в аэропорту Еревана. Также Акоп Бадалян намекнул, что Алиев намекнул на Гараге на НЖДЕ по подсказке Лавровой и Марии Захаровой. Хотя Бадалян забывает то, что Алиев глава независимой государства и состоятельной страны. И наш президент самостоятельная личность. И не пара этому вечно клянчущему и вечно выделяющей своими неадекватными заявлениями и выходками. Не подобающему как лидеру страны. А то, что Пашинян безграмотен в исторической плоскости, сказала не только Мария Захарова, но и Игорь Коротченко. Который также подтвердил документально, что Гарагин НЖДЕ был нацистским агентом и фашистом. И смешной посыл Пашиняна в том, будто Алиев этим своим заявлением сорвал саммиты неуважением к армянскому народу. А за что вас армян уважать? За то, что оккупировали наши земли, провели этнические чистки и геноцид в Ходжиллах. Мы вас за это что ли должны уважать и сказать спасибо армянскому народу? Ошибаетесь. Пока наши земли под оккупацией, Армения, ее правительство, преступная и марионеточная клика в Карабахе. Наши враги. И точка не прав, конечно, Пашинян. Алиев высказал правду, которая не устраивает Армению, которая идет по пути немецких фашистов в оккупации чужих земель. А этот путь всегда приводит к конечному ее поражению и по последней информации состоялась двухчасовая беседа Алиева с Пашиняном. На котором президент Алиев опять напомнит этому неадекватному политику, папулисту и рюкзак Пашиняну, что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак, а если не поймут, то тогда Алиев должен взять пример с Эрдогана и начать антитеррористическую операцию в Карабахе. Автор Габель Мерзоев